Более 4000 откликов поступило от белорусов по изменениям и дополнениям в Конституцию. Все предложения ежедневно анализирует Центр правовой информации. Чаще всего жители интересуются статьями, которые связаны с социальной политикой государства. Референдум может состояться во второй половине февраля. С марта вводится маркировка на некоторые товары легкой промышленности. Каждый потребитель сможет самостоятельно сопоставить сведения, указанные, например, на пальто или куртке, с теми, которые содержатся в информационной системе. Все это направлено на обеспечение качества и безопасности продукции. БелЖД перевезла 2,5 миллиона пассажиров за время новогодних и рождественских праздников. Наиболее востребованы были поезда городских линий. Ими воспользовались 119 200 человек. Кроме того, увеличился спрос на составы региональных линий бизнес-класса. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала новый антирекорд по числу заразившихся COVID-19. За минувшую неделю инфицированы более 15 миллионов человек. Эксперты отмечают это самое большое число за время пандемии. Особую обеспокоенность в ВОЗ вызывают данные о росте смертей. Число летальных исходов увеличилось на 3%. В Бобруйске правоохранители изъяли почти 4000 литров спиртосодержащей жидкости. Накануне на перекрестке Арджоникидзе и Гоголя был задержан автомобиль Рено под управлением 61-летнего местного жителя. В машине он перевозил товар без акцизных марок. Позже в доме обнаружили и другие канистры. Общим объемом более 3500 литров. Проводится проверка, назначена экспертиза.